Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщи Ди, и добро пожаловать в новое видео! Приблизительно полгода назад я опубликовал видеоролик о том, как криптоэксперт Брайан Брукс объяснял биткоин эфириум в Конгрессе США. На данный момент это видео стало самым популярным на моем канале и набрало почти 400 тысяч просмотров и 16 тысяч лайков. Поэтому я решил продолжить этот формат, и если он тебе нравится, почему бы не поддержать меня лайком? Конечно, 16 тысяч лайков на таком рынке, как сейчас, мы не наберем, но хотя бы тысячи три, думаю, у нас получится. Сегодня я хочу, чтобы ты посмотрел, как криптовалютный эксперт, создатель Cardano Чарльз Хоскинсон объясняет биткоин, блокчейн и крипторегулирование в Конгрессе США. На самом деле очень важно, что криптовалютные эксперты сейчас приходят в Конгресс США и напоминают о криптоиндустрии, ведь в следующие несколько месяцев в Соединенных Штатах будут дебаты о крипторегулировании, которые могут решить все для криптовалюты в этой стране. Приблизительно такая же ситуация была в 90-х с интернетом. Тогда регулирование интернета было принято Конгрессом США после продолжительных дискуссий, и это привело к росту многотриллионных компаний сейчас. С криптовалютами и крипторегулированием в Соединенных Штатах может повториться та же история. Поэтому давай послушаем, что рассказывает Чарльз Хоскинсон в Конгрессе США, а я буду надеяться на твою поддержку лайком. Большое спасибо. Спасибо, мистер Хоскинсон. Можете продолжать. Привет всем, председателю Малони, члену Палаты представителей США Фишбаху, членам подкомитета и сотрудникам Конгресса. Всем вам спасибо за то, что пригласили меня на это слушание. Я полностью его приветствую и ценю вас всех за то, что дали мне возможность и время объяснить блокчейн-индустрию для вас. За последние 10 лет блокчейн вырос из небольшой группы некоммерческих разработчиков-добровольцев, поверьте, это была очень маленькая индустрия, но она выросла до триллиона долларов и стала частью глобальной экономики. Блокчейн включает в себя сложные инженерные научные исследования, публично торгуемые компании и миллионы пользователей по всему миру. В то время как такой значительный рост открывает новые возможности, начиная от новой инфраструктуры до совершенно новых экономик, таких как метавселенная и NFT, он также неожиданно ставит новые вызовы и усугубляет уже существующие проблемы. Наши устаревшие системы не могут справиться со стремительными движениями денег без рисков для контрагентов и требуют централизованных посредников. Наши инструменты управления, системы управления рисками и процессы управления никогда не были заточены под такие масштабы и такую стремительную эволюцию. Например, всего за 4 года криптоиндустрия коснулась отраслей от IPO до интеллектуальной собственности и до совершенно новых бизнес-моделей, которые называются DAO, и которые фактически не имеют генерального директора и свободны от любой юрисдикции. После 20-го столетия доминирование США стоит на трех столпах – наши финансовые услуги, наши технологические компании и наши производственные мощности. Эти отрасли стремительно трансформируются в соответствии с требованиями глобализации. Это рост конкуренции, это новые технологии и это наше желание определить принципы, чтобы обеспечивать устойчивую глобальную экономику. В основе криптовалютной технологии лежит стремление создать распределенные реестры для хранения информации, которая должна быть прозрачной, легко проверяемой, задокументированной и неизменной. Криптовалюта позволяет регистрировать социальные и экономические отношения и заботиться о том, чтобы они были программируемые. Например, мне, как владельцу ранчо, приходится иметь дела с правами на воду, арендой пастбищ, землей и множеством других соглашений, контрактами и экономическими явлениями. Многие из них не цифровизированы, также невозможно передать их ценность так же незамедлительно, как провести финансовую транзакцию. Последствиями отсутствия цифровизации является неэффективность работы, а также отсутствие доступа для предпринимателей-инноваторов, которые могли бы создавать новые продукты и услуги на основе криптовалютной технологии. Эти продукты резко снизили бы затраты и повысили эффективность для всех заинтересованных сторон. Сила блокчейн-технологии заключается в ее универсальности и не требующей централизованных разрешений модели работы. Нашей компании, например, никогда не приходилось платить лицензионные отчисления, подавать заявки на патенты или приобретать лицензию на ведение бизнеса в таких разных странах, как Эфиопия или Монголия. Поэтому мы должны понимать, что правила, которые работают в отдельных конкретных юрисдикциях и зависят от централизованных регуляторов, навряд ли будут эффективными и, скорее всего, будут мешать криптовалютному регулированию. Кроме того, эволюция управления интернетом контролируется не МСЭ или какой-либо другой транснациональной организацией, а скорее тысячами связанных и независимых агентств частных компаний, которые работают над общими целями типа повышения пропускной способности и полезности сетей. Если мы хотим понять, как регулировать криптовалютные сети, защищать их пользователей и приспосабливать их к реалиям современного общества, мы должны признать, что инновации всегда сталкиваются с трудностями принятия. Чтобы регулировать криптовалюты, мы должны сосредоточиться не на криптовалюте, а на ее принципах. Блокчейн обеспечивает ликвидность ценностей и ее передачи в таких масштабах, которые общество никогда прежде не видело. Вместо того, чтобы пытаться спрогнозировать, чем это все закончится, мы должны решить, от каких рисков мы должны защититься, какие фундаментальные права должны быть у потребителей и как использовать новые инструменты для максимально возможного блага. Кажется разумным сфокусироваться на таких принципах, как децентрализация информации, доступность информации и доступность к информации, вместо того, чтобы спорить про юрисдикции и о принадлежности криптовалюты к тому или иному классу активов. Криптовалюты фактически являются финансовыми стволовыми клетками по своей природе. Они могут быть практически любым классом активов и могут менять свой класс активов с течением времени. Но вот принципы неизменны. Примером этого может являться антимонопольный закон Шермана, принятый в 1890 году. Никто из нас не жил в 1890 году, но с полной уверенностью заявляю, что каждый из нас вполне себе согласен с этим законом и постулатами, которые за ним стоят. Ведь централизация рынков редко приводит к хорошим последствиям. Поэтому сейчас я надеюсь, нам удастся построить продуктивный диалог в США в ближайшие месяцы, когда начнутся дебаты по регулятивному будущему американского блокчейна и криптовалютной индустрии. Это очень похоже на 90-е, когда Конгресс дискутировал насчет регулирования интернета. То регулирование привело к росту компаний с оборотами в триллионы долларов. Я верю, что сегодняшний Конгресс сможет достичь великолепных результатов, работая с нашей индустрией, которая уже будет основана на законодательном регулировании. И при этом Конгресс будет использовать возможности криптоиндустрии. Поэтому я призываю вас, внедряйте инновации и адаптируйтесь. Спасибо.